В Ненецком округе прошли традиционные рождественские богослужения. В ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе божественную литургию отслужил епископ Наринмарский Мизинский Яков. Рождество, как и Пасху, принято встречать торжественно. Ежегодно 7 января в более 100 странах мира православные христиане празднуют Рождество. Праздник Рождества Христова посвящен событиям двухтысячелетней давности. Именно в то время в Вифлеем пришли беременная Мария с мужем Иосифом. Мест в гостиницах Вифлеема на тот момент не было. Поэтому от безысходности они заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и появился на свет Иисус. Для каждого православного христианина праздник Рождества Христова является один из самых главных. Именно на ночном богослужении прихожане делятся между собой радостью и приобщаются к большому светлому празднику. Ну, во-первых, это один из величайших праздников для нас, для православных христиан. Праздном обычно традиционно, собираемся родственниками, друзьями. Традиционно православные христиане готовятся к Рождеству заранее за 40 дней. Для полного восприятия праздника прихожане держат пост, длящийся с 28 ноября по 6 января. Так они приносят Господу свои духовные дары. Готовимся, ну, наверное, не так тщательно, как хотелось бы. Ну, во-первых, стараемся, конечно, по возможности бывать чаще в храме, молиться, ну и, конечно, готовить традиционные блюда, приглашать гостей. Помимо празднования Рождества Христова, православные посещают храм и в свободное время. Также стараются придерживаться и других праздников. Мы просто пришли в церковь с дочкой, мы ходили позавчера. А какие еще православные праздники отмечаются? Ну, обязательно Пасху отмечаю. Сразу после Рождества Христова у православных начались святки. Они продлятся до 19 января. Ну, а по окончанию этого периода верующие отметят еще один праздник – Крещение Господне. В храме пройдут торжественное богослужение. Кроме того, все желающие смогут окунуться в освященную Иордань. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.